Желаю мира и приятного просмотра, с вами Эц Кобаровский и сегодня, друзья, я решил создать новый канал, куда буду загружать качественные видео, потому что у меня есть мощный ноутбук, есть хороший фотоаппарат и экшн-камера, поэтому туда буду загружать весь качественный контент, потому как завтра мы уезжаем с Киева. Соня, ты довольна? Да. Так что переходите и подписывайтесь, потому что то теперь мой основной канал и все видосы, куда мы поедем, я загружу именно туда. Так что ссылка есть в описании, переходите, подписывайтесь, а сейчас мы будем идти в турагентство. Кассия будет у Сониных родителей. Да, Касюнь, ты не расстраиваешься? Они скоро приедут с дачи и мы отвезем малышку. Что ты там уже все взяла? Надо, короче, взять паспорта. Вот они. И сейчас отправимся. Соня, ты довольна? Довольна. Нарядилась. Вот так вот я сегодня выгляжу, короче, в футболочке. Сейчас будем уже выходить. В общем, все, мы уже зашли в торговый центр. Выходной день, людей много. И как бы особое внимание привлекает, когда идешь с телефоном и снимаешь. Ну да. Как-то надо делать ищу, но ничего не замечаешь. Вообще тяжело, мне кажется, так снимать. Тогда один идешь? Не, мне не тяжело, я как бы привык это делать, да. Сейчас, в общем, идем в турагентство. И нам еще позвонили, сказали, что там немножко получилась непонятная ситуация, и нам вернут часть денег. Как бы это и хорошо, и плохо. Хорошо, что деньги у нас будут. Потому что их вернут. Да. Плохо, конечно, это не то, что мы хотели, но все равно. Я думаю, что мы эти деньги не потратим, а попробуем их вложить в то, что мы хотели. Да, уже на месте. Вот. Так что, короче, тут красиво, конечно, но, как видите, все сотрудники в масках. И вообще все ходят в масках. Соня, ты за Каськой будешь скучать? Конечно. Да? Да, обязательно. Ну что, счастливые обладатели куковки. Короче, нам дали 2 800 гривен. Мы на месте попытаемся уже договориться. По поводу номеров, да? Да. В общем, сейчас идем по Дриму. Смотри, тут даже на катке катаются. В масках? В масках, да. Все в масках. Без масок нельзя. Так, сейчас мы пойдем домой и будем собирать чемоданы. Все, мы уже пришли, ребят, домой. И решили подкрепиться мороженым. У нас есть запасы. И еще с обзоров остались. А с какой АТБ? Это все время АТБ. У меня на языке крутится. Это же вы шайни покупали, да? В общем, со сгущенкой. Сейчас заточим. Вот такой вот. Колбасу. Прям кусок колбасы. Допташка, ага. Утром доели. Перепили на яйца, чтобы они не испортились. Ну, как бы, чтобы холодильник освободить. Не знаю, что с этими помидорами делать. Они испортятся. И не вечно. Да, вечером заточим. Зоня решила подкормить Касю. Что в последнее время она у нас много чего подъедает, да? Ну, большая девочка. Да. Мороженки. Мяска любит поесть. Брачка. Ты решила побаловать? Нет, больше не дам. Все, хватит, да? Ну, еще маленькая уже. Ну, да. Всего хорошего понемножку. Ням-ням. Так, в общем, я тут положил все свои личные вещи, которые мне нужны будут. Это мой компьютер. Вот этот вот. Xiaomi. Такие вот параметры, кто не видел. Старый я компьютер отдал батя. Потому что он мне уже не нужен. К нему я беру мышку, потому что я тачпадом не люблю пользоваться. Далее. Батарея. Тут у меня идет фотоаппарат. У меня вот такой вот Sony A65. Объектив 10-18. Широкоугольный. И еще у меня есть 18-105. Я его в носок ложу, чтобы он как бы не покоцался. Дальше. Две батареи запасные. Потом микрофон, рот. Пушка направляется на человека и нормально выдает звук. И к нему батарейка. На всякий случай. Вдруг разрядится. На все случаи жизни. Так. Тут идут зарядка для фотоаппарата. Для техники. Вот. Линзы. На один объектив. И на второй. Как бы, чтобы была красивая картинка. Тут у меня паспорт. Карманы и деньги обязательно на всякий случай. Наушники. Одни к ноутбуку, чтобы я мог монтировать везде. Одни к телефону. Дальше. Выйдет у меня Sony X3000. Вот такая вот камера. Тут у меня защита от ветра. Вот такая вот ручная. Очень хорошо работает. Звук не портит. Три дополнительных аккумулятора. Зарядка к ним. Экранчик. Аквабокс. И еще можно взять штатив. Но я его, наверное, брать не буду. Он мне в этот раз, возможно, не пригодится. В общем. Такой вот набор у меня вещей. Также мне еще понадобятся вещи для гигиены. Одежда. И с меня кривляется. Я сказала, чтобы ты вышли поднял. Потому что там полголовы. Вот такие вот пирожки. А Косюнька бегает, играется с игрушкой. И еще ничего не понимает, что происходит. У нас под окном ходят горе Кришна. И поэтому... Я помню, когда-то возле остановки меня угостили печеньками. Сейчас, товарищ. Хорошо, сейчас смешно. Я помохала. Да? Я тоже печеньку ела. Все, кстати, ходят в белом? Да. Блин, они реально идти или они что-то курят. Я не понимаю. Позитивные люди у себя. Посмотри, танцы такие. Вот это вот, ребят, видите, не могу забрать трахеи. Кася, ну это же я тебе даю эту трахею. Поделись со мной. Видите, никакую не хочет давать. Аж трясется, посмотрите. Там язык торчит. Посмотри. Отдай. Не, не отдашь? Не, мы не спешим. Кася. Да. Ого. Касюнь. Вы посмотрите. Это такая собачка. Люди увидят твои истины. Что ты злой такой. Вот так вот. Такая собачка, да, Сэн? Маленькая, но очень и очень злая. В общем, мы уже дома, ребят. И самое интересное, что чего-то не хватает. Когда мы заходили в квартиру, обычно нас встречает Кайсюнька, но ее зараз нету. Что ты думаешь? Что смешного? Зараз нет. Ну, сейчас. Соня здесь сейчас готовит бутербродик. И, вы видите, горчичку наносит, помидор. Я, короче, сходил в магаз, купил круассаны. Хлеб у нас был. И вот такую вот колбаску куриную. 100 грамм взял. В общем, нам хватит. Мы, в общем, перезвонили родителям, узнали. С Кайсюней все хорошо. Хорошо, она немножко грустит, подходит к двери и поглядывает. А где мы? Ну, ничего. Ты нас жди, мы скоро вернемся. Как-то посмотрит это видео. Хорошо, папа включат на телевизоре. И Кайсюня будет сидеть, как смотреть. Так, все, в общем, спаковали. И сейчас будем пить чай. Кстати, я только что общался с мамой по телефону. И у нее там один индюк повесился. Она утром встала, смотрит, а в курятнике индюшонок висит. В общем, так у нее все нормально еще. Плюс соседка приходила, говорит, что у тебя такие здоровые утки, их можно нарезать. Я говорю, бери, режь. Она, мол, говорит, что у батяши скоро днюха. Так возьмет одну. Я говорю, что одну, бери три. Она говорит, что там три здоровые. А что, правильно? Ну, все равно их надо будет съесть. Сказала, белая, серая и черная. Так все нормально. Там постоянно какие-то эти траблы. То белку машина сбила, то утку соседскую эту. Как она? Инда утка. Да. Все, уже чай допили. Короче, сейчас надо чемодан замотать. Давай твой. Давай. А ты свой еще не будешь? Да, потом туда положу щетки. Ну да, чтобы зубы. Чтоб очистить. Да. Это новенькая, да? Да, новенькая. Я взял 30 метров. В принципе, я думаю, что будет достаточно. На четыре чемодана туда-назад. У нас чемоданы маленькие. Можно не замотать, но... В всякий случай все-таки жалко, не знаю. Они там шевеляют. Да, их жестко кидают. Я помню, видел видео, когда разорванные чемоданы и там все подоставали. У меня там нету особо ценных вещей. Я всегда бил все важное в ручную кладь. Ну а так надо все-таки замотать, чтобы его не царапали. Чтобы он был более-менее в нормальном состоянии. И сейчас уже будем ложиться спать, потому что нам рано вставать. Поэтому не забывайте, что продолжение будет на новом канале. Ссылка есть в описании. Так что переходите, подписывайтесь. Всем спасибо за внимание. Всем, ребят, пока. Мы будем заматывать чемоданчика. Давай помогать буду.